Карта войны по состоянию на 297-й день сопротивления российской агрессии выглядит следующим образом. Начнем с Луганской области и Донецкой области. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские военные отбили атаки. В Луганской и Донецкой области речь идет о населенных пунктах, более 20 населенных пунктах. Также в Генштабе рассказали о запуске России 98 ракет по гражданской инфраструктуре Украины за минувшие сутки и 65 запусках снарядов из реактивных систем залпового огня. Движемся далее. Российская Федерация продолжает обстрелы и освобожденных территорий, и мирных городов, которые не были даже оккупированы российской армией. Речь идет о Черниговской, Сумской и Харьковской областей. По этим областям ведется обстрел из артиллерии российской армии и в том числе из территории Российской Федерации. Движемся далее. Отдельно про самые горячие точки на карте Украины хочу рассказать. Это Бахмутское и Авдеевское направления. Эти районы были обстреляны российской армией из 25 населенных пунктов. Я подчеркиваю, 25 населенных пунктов были задействованы для того, чтобы обстрелять Бахмутское и Авдеевское направления. Это для понимания, насколько массированные удары наносит российская армия по этим населенным пунктам и по этим направлениям. Но напомню, в очередной раз вооруженные силы Украины, вопреки такой массированности артиллерийских атак, отбивают наступательные действия российской армии и российские военные не имеют по сегодняшний день успеха на Бахмутском и Авдеевских направлениях. Ну и также завершим обзор карты войны сегодняшнего дня городом Херсон, Херсонской области. Российские военные продолжают наносить удары по освобожденной территории. Речь идет о правом берегу города Херсон и о правобережье Херсонской области. Наносятся удары из артиллерии из левобережья Херсонской области. И под ударом была инфраструктура более чем 30 населенных пунктов. То бишь 30 населенных пунктов Херсонской области и пострадала инфраструктура именно в этих районах. Это была карта войны по состоянию на 297 день сопротивления российской агрессии.